Вызывайте санитаров! Эта фраза как нельзя лучше характеризует все, что сейчас транслируется российскими федеральными телеканалами. Это клак обесноватых пропагандистов, прямо целая энциклопедия по психиатрии, судите сами. Соловьев страдает нарциссическим расстройством личности с комплексом бога. Симоньян патологическая вруния, у нее классический синдром Мюнхгаузена. Скобеева – налицо истероидное расстройство личности. Но самый интересный клинический случай – ярко выраженное диссоциативное расстройство идентичности Дмитрия Киселева. Диссоциативное расстройство идентичности – это когда в одном человеке сосуществуют сразу несколько личностей. Пациент при этом страдает, его бросает из одной крайности в другую. Внутренние демоны разрывают его сознание. Но данный пациент нашел способ унять свою боль. Главное его утешение – деньги. Очень большие деньги. Какие же личности живут внутри кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева? Давайте разбираться. Но предупреждаем, зрелище не из приятных. Поэтому настоятельно рекомендуем запастись бумажными пакетами на случай приступа неконтролируемой рвоты. Пионер российской пропаганды. Когда Дмитрий Киселев начал профессионально заниматься кремлевской пропагандой, прославлять Путина его кровавый режим. Соловьев, Симоньян, Скобеева и Ижа с ними еще под стол ходили? На самом деле нет. Но тогда старик Кисель был самым главным в пропагандистском болоте России. Меня зовут Дмитрий Киселев. Это программа «Вести». Мы продолжаем. Только что вы посмотрели видео, которое мы смонтировали, простите, которое попало к нам в руки из фашистско-бандеровской Украины, доказывающие, что фашистско-бандеровская Украина еще какая фашистско-бандеровская. Это были все новости на сегодня. Берегите себя от фашистов и бандеровцев. Чем же занимается Киселев на посту флагмана кремлевской пропаганды? Он насмехается над якобы загнивающим Западом, пророча, мол, Европу ожидает нашествия в шее других паразитов. Диссоциативный бред Киселя зашел так далеко, что тот всерьез утверждает, якобы из-за отказа от российского газа власти Германии в целях экономии запрещают гражданам купаться. Говорим о микромире. Мелких бактериях, чесоточных клещах, блохах и даже вшах. Тема оказывается актуальная, ведь просвещенная Европа, похоже, откатывается в средневековье. Вот, например, как в главной программе Киселева «Вести недели» освещается первый визит тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа в Белый дом и его встреча с еще действующим американским президентом Бараком Обамой. Трамп вел себя сдержанно, словно английский лорд. Со своей стороны Обама, усевшись, раздвинул ноги и принял не совсем подобающую позу, запрещенную даже в Нью-Йоркском метро, поскольку она считывается как попытка мужского доминирования. Но этого мало. Размахивая руками, словно на пленере, Обама задевал Трампа и при этом давал какие-то несообразные советы, например, как не отвечать на вопросы журналистов. Да и не думаю, что советы от неудачника Обамы хоть как-то содержательно интересуют Трампа. От комментариев Киселева испытываешь тот самый испанский стыд. Чувствуя, когда жестко лажает кто-то, а стыдно почему-то тебе. На деле же ситуация куда хуже. Ведь это уже исправленная версия. Изначально в эфир вышел сюжет с другой начиткой, в которой Киселев, по сути, обозвал темнокожего президента США обезьяной. Там Трамп вел себя сдержанно, словно английский лорд. А Обама, размахивая руками, словно он в джунглях, задевал Трампа и давал какие-то несообразные советы. Согласно ошибочному верованиям московитов, Запад — это дно. Запад — это загнивающая цивилизация. Но что же тогда Россия, по версии главного кремлевского пропагандиста? Мы другие. И в этом смысле мы для Запада чужаки. Мы слишком нормальные для всех этих выкрутас. Они хотят нас перевоспитывать, а мы не просто сопротивляемся, но еще и хохочем над ними. Но почему россияне так отличаются от цивилизованных людей? Потому что рыба воняет с головы. Путин сегодня воплощает собой Россию, ее силу, ее свободу. Понятно, нет рая под луной, но Россия с путинским лидерством суверенна и самостоятельна. Какая статистика выпуска? Быстрее. Сатистика выпуска. Вы 87 раз сказали слово «путин», 54 раза слово «бандеровцы» и только 15 раз слово «фашисты». Это провал. Очень мало раз, очень мало раз я сказал слово «путин». Главный посыл бредовых спичей Киселева, мол, вокруг одни враги. Именно так черным по белому написано на первой страничке всех кремлевских методичек. А что делают с врагами? Правильно убивают, как завещал дряхлый карлик-диктатор. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Понеслось по-крупному, уже пропаганда начала убивать людей реально. Он умножал на ноль просто десятки, сотни тысяч людей, потому что это все потом проросло на штыках российских солдат. Вот этих бешеных негодяев, которые пошли убивать и насиловать. А это ответственность как раз таки его, как ведущего, как идеолога и как человека-пропагандиста, который вот это все отправлял на миллионы людей в постоянном режиме. Но как один человек может быть в ответе за сотни тысяч загубленных жизней? У Киселева есть мощные рычаги влияния на сознание людей. Он возглавляет целый конгломерат прокремлевских СМИ, Международное информационное агентство «Россия сегодня», которое было создано в 2013 году, как раз перед вторжением РФ на территорию украинского Крыма, и Донбасса в 2014-м. Агентство «Россия сегодня» объединяет радиовещания и новостные ленты на русском, английском, испанском, арабском, китайском и даже фарси, плюс информационные порталы на десятках иностранных языков, мультимедийные международные пресс-центры, информационные продукты в социальных сетях и производство контента для мобильных приложений. Ложь главного пропутинского пропагандиста буквально везде, вступая на почетную должность, свою главную задачу Киселев сформулировал так. «Восстановление справедливого отношения к России как важной стране мира с добрыми намерениями». Все и правда было бы смешно, если бы не было так грустно. Маньяк и убийца. Киселев один из тех, кто несет прямую ответственность за разжигание ненависти к Украине и украинцам, за смерти сотен тысяч мирных людей. Напичканные его грязной ложью орды российских солдат прут на территорию суверенной Украины лишь с одной целью – убивать, грабить и насиловать. Если вы думаете, что грязным враньем Киселев кормит только обычных россиян, то глубоко ошибаетесь. Ему абсолютно плевать, кого он отправляет на смерть – чужих или своих. Так родной племянник Киселева бросил все, и еще в 2014 году пошел воевать за так называемых ополченцев, так называемых ЛДНР. Ну, он сказал, что я русский, и я поеду поддерживать, поеду воевать. Вот все. И у него погиб командир взвода. Он взял, так сказать, на себя командование. И там награжден даже какой-то медалью, там наградой донецкой. Но сейчас он сидит в тюрьме. Сережа. За то, что он воевал в непризнанном государстве. Внимание на лицо Киселева – ноль эмоций. Ему действительно безразлична судьба родного племяша. Пропагандист не любит никого. Хотя нет. Он деньги любит больше всего. Больше, чем жену, детей, Россию, Путина. То есть деньги превыше всего. Ему одно и желание сохранять эти деньги. Если бы кто-то из ваших сыновей решил отправиться воевать на Донбасс, вы бы его поддержали или попробовали остановить? В любой ситуации мы бы предложили вам сделать ставки, но тут ответ уж слишком очевиден. Я поддержал бы его. Почему? Потому что государственный переворот, который произошел на Украине – это такая жестокая вещь. И если люди в Донбассе не признали этот переворот и хотят сохранить свой образ жизни, свою культуру, и кто-то хочет им помочь, то я считаю, это благородное дело. Что они борются за свою жизнь, за жизнь своих детей. Еще циничнее эти слова звучат от того, что в свое время Киселев клялся в любви к Украине. Носил вышиванки и даже пытался выучить украинский язык. Мастер переобувания. Это следующая личина путинской шавки. На заработки в Украину Киселев подался еще в начале двухтысячных. Я уехал на Украину. На Украине был прям-таки по тем временам космический контракт. Я был первым российским журналистом, который работал на Украине. Но перед тем, как узнать об украинском периоде жизни Киселева, обратите внимание на это видео середины девяностых. Удача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том. Это скорее по проблемам публики, которые смотрят на экран и должна понять, кто перед ней, журналист или агитатор. Мы все-таки говорим по профессиональной журналистике. Именно. Если говорить о people have it, то он будет хавать постоянно. Любое снижение морали и правил people будет хавать. Тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи купающимся, как свиньи. И будет такое общество. И будем хавать друг друга вместе с грязью. Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Журналистам быть можно, но очень недолгий период времени. И тут выхода три. Либо тебя убивают, либо ты уходишь из профессии, либо ты уходишь в маргинез. Но по одной простой причине. В России нет журналистики. Ты всегда один в поле воин. Потому что медиа – это в России часть отдела пропаганды, это часть армии. И, соответственно, журналисты, большинство журналистов – это офицеры. Журналистику на России давно придушили на корню. Вот и Киселев решил не задерживаться в этой неблагодарной, главной опасной профессии. И подался в кремлевские подстилки, где к тому же всегда платили баснословные деньги. Учуя в запах которых его уже было не остановить. Я очень не люблю, когда мне говорят «стоп». Поэтому, если вы слышите, якобы Киселев любил Украину, когда работал на одном из украинских телеканалов, даже когда видите вот это… Да, действительно, я почувствовал себя более украинцем. Я почувствую себя своим. Я почувствовал, что я вполне самостоятельная часть украинского пейзажа. Я уже глубоко проникся украинской жизнью. Современные украинские песни не отягощены проблемами и страхами. Наверное, потому, что они сами – лекарство от страхов. Не верьте! Я думаю, что он не любил Украину никогда. Он нас расценивал как бензоколонку, которую он заправлял в свой семейный бюджет. Редко можно встретить людей, которые любят бензоколонку. Кстати, он и к России относится как к бензоколонке. Давайте говорить честно и открыто. ФСБ присылало в Украину своих агентов для того, чтобы они служили здесь. Это исключительно агентская история. Он агентом здесь был, засланным агентом, который прикрывался медийка для того, чтобы участвовать в российском колониальном влиянии на Украину. Обман вскрылся в 2004-м во время президентских выборов в Украине. Главные кандидаты проукраинский Виктор Ющенко и прокремлевский засланный казачок Виктор Янукович. Ющенко лидировал, но 4 сентября его отравили. Тем временем Дмитрий Киселев вещает из украинской студии новостей. Все утверждения сводятся к одному. Ющенко и его команда беспардонно лгут. Они лгут, когда говорят об умышленном отравлении. После этого с минимальным отрывом во втором туре президентские выборы 2004 года якобы выигрывает Янукович. Команда Ющенко обращается в суд, чтобы аннулировать явно сфальсифицированные результаты выборов. Украинцы массово выходят на главную площадь Киева с протестами. Так началась оранжевая революция. После перевыбора и третьим президентом Украины в конце концов становится Виктор Ющенко. Миссия Киселева провалена. Смрадный, в прямом смысле слова, табор на Майдане словно символизирует разруху в головах. А зрелище уж точно не самое праздничное. Как бы Санта-Клаус не подумал, что в этом месте его не ждут. Это фрагмент программы «Судьба человека» 2017 года. Она выходит на канале «Россия-1». Ведущий Борис Корчевников – очередная малозначительная шавка Кремля. Мы взяли именно это видео, чтобы вы могли рассмотреть рожи тех, кто сидит в студии. Киселев, его жена Мария, к слову, седьмая по счету. И ведущий, который готов облизывать всех, кто хоть как-то приближен к Путлеру. И да, именно с такими ухмылками и ненавистью в глазах эти трое обсуждают события в Украине. Потом, когда это все обернулось Майданом и совершенно неевропейской преступной историей, то мне, конечно, многое стало понятно. Я там прошел очень большую эволюцию, очень большую эволюцию. Вернулся оттуда так, в пластырях, как с поля боя, нахлебавшегося этого чада майданного. И это было, конечно, абсолютно неприемлемо. Это катастрофа. На свою родную Россию Киселев вернулся абсолютно целым и невредимым. И деньги, заработанные в Украине, привез. И с новыми силами самозабвенно продолжил вливать пропагандистскую чушь в уши Россия. А то, как именно он это делает, заслуживает отдельную главу. Клинический психопат. Цитировать кремлевских пропагандистов – настоящее извращение, но ради вас мы рискнем. Помните фразу Соловьева «Представься мразь, которая стала мемом». А вот Маргарита Симоньян порадовала недавно новым перлам. Гаги боятся в лес не ходить. Но то, что несет Киселев, буквально взрывает мозг. Порой даже не верится, что подобная ересь может транслироваться по телевидению. Ой, мы забыли, что речь о России. Конечно, может. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Адекватный человек сказать подобное просто не может, поэтому приветствуйте следующую субличность Киселева – клинический психопат. К слову, взрывом и полным уничтожением Киселев недавно угрожал и Великобритании. Но если фраза про радиоактивный пепел вызывает приступ смеха, то следующее приводит в ужас. Я считаю, что штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало. Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. Не забываем, что Киселев – психопат, поэтому противоречить самому себе для него – дело житейское. Штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало. Смотрите, в этом уже есть вопрос с вас немой, да? Это действительно смешная история, мы тоже с Машей советовались. Вопрос понятный, вы же понимали, что от… Это была провокация. Оскорбление чувств и ущемление прав представителей ЛГБТ-плюс сообщества? По мнению пациента Киселева, смешная история и провокация. Тогда как же называется это? Озабоченный турок все время дрочил свой окурок, пока ранней весной не слюбился с козой без всяких прелюдий, придурок. Надеемся, вы последовали нашему совету в начале сюжета. И запаслись таки бумажными пакетами. А мы предлагаем перейти к следующей субличности пропагандиста. Барин. Именно так называют Дмитрия Киселева. Повадки у него действительно из грязи в князи. Классический гедонист. Я точно знаю, что он очень любит европейский комфорт. Он катался на лыжах в Монблане, когда мы только мечтали поехать в какие-то закопаны. Он прекрасно знает французский, итальянский и не знаю, какие еще вина. Он этим наслаждается. Он это все знает. Он большой ценитель всего европейского. Качественного, роскошного, комфортного и такого, знаете, лакшери. Я думаю, по русским меркам он супер богатый. Квартиры в самых дорогих же московских ЖК, загородная недвижимость, недвижимость за рубежом, миллионы долларов на счетах, супер лакшери автомобили премиум класса. Ну, он остался жлобом. Как для обычного россиян, скажем так, он за год зарабатывал больше, нежели 99% россиян за всю жизнь не заработают никогда. Я даже скажу больше. Он в месяц тратил больше, чем половина россиян тратят за полжизни. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, у барина есть своя конюшня и около десятка племенных жеребцов. Я тогда уже 10 лет занимался верховой ездой. И довольно серьезно, и прыгал конкурс, и с мастерами спорта, и проходил дерби в Киеве, и даже занимал приличные места. Есть у Киселева и виноградники в украинском коктебеле в Крыму. И даже собственная марка вина. Да, коктебель, да, это лучшее шампанское в России. Мы, кстати, выиграли даже гран-при на международном конкурсе. В 2019-м барин Киселев возглавил Союз виноделов России. За хорошим вином всегда стоит любовь к женщине, делу и родной земле. А еще яхта, элитная квартира, особняки, мотоциклы, автомобили, брендовая одежда, дорогие украшения. Вот вам и барин Кремлевского разлива. Скисший. Он явно элитарный персонаж, оторванный от реальности. Персонаж, который любит себя, любит тратить на себя. Ну и, конечно же, ему всегда нравилась тусок. А тут Путин позвонит, там Абрамович в гости пригласит. Там еще кто-то где-то на даче своей на Лазурке даст пожить. Соответственно, ему это всегда нравилось. Вот поэтому, да, он и богатый, и любит быть богатым. Ему это нравится. Ну и снова же, он сойдет с ума, когда у него международные институции все это заберут. И потом окажется, что вся жизнь прошла зря. Да, он уже заикаться начал. Ведь персональные санкции против Киселева действуют с 2014 года. Но в Амстердам в ближайшее время вы не сможете поехать. Куда поедете? Да, да, да. Ну, во-первых, да, 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 Амстердам. Да, да, Амстердам. Димка, помимо Амстердама в Нидерландах есть и другие прекрасные города. Например, Гаага. К слову, от Амстердама до Гааги всего каких-то 60 километров. Это 40 минут езды на машине. Тебе в особняк на Барвихе с работы добираться дольше. Трус. С началом полномасштабного вторжения России в Украину главный кремлевский пропагандист почему-то сбавил темпы. Киселев все так же выходит в эфир, все так же управляет самым большим информагентством России, но из флагмана лжи и ненависти начал превращаться в убогую серую моль. Он сделал несколько выводов и решил в горячую фазу войны спрятаться, чтобы, скажем так, попытаться избежать несения бремени фашизма в международных судах. Поэтому он прячется. Он, скажем так, делает все возможное, чтобы не звучать в новостях. Он делает все возможное, чтобы не быть цитируемым. Другими словами, Киселев засад... то есть испугался. Испугался санкций, испугался суда, испугался наказания, которое заслужил, и которое его обязательно настигнет. К слову, боится не только Киселев. Все кремлевские шавки уже поджали хвосты от страха. Вдруг, положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Безотносительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все. Если мы умудримся проиграть Гаага, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Учуя в неладное, Кисель засел на дно. В попытке найти пропагандиста, журналисты портала «Фабрика новостей» провели эксперимент. На одном из самых популярных интернет-ресурсов России «Лен Тару» вбили в поисковик его имя. Результат впечатляет. Последние новости, в которых фигурирует Дмитрий Киселев, приходятся на ноябрь 2022 года. А теперь оцените название статей. Опубликована программа винодельческого форума. Состоялось заседание «Виноделие России. Новая орбита». Похоже, Дима со страху забухал. Сейчас он явно видно, что боится смерти. Он боится сесть. Поэтому я думаю, что он как раз один из тех, кто начал работать с западными спецслужбами, кто начал сливать информацию. Поэтому я думаю, что возможно даже когда-то будет информация, что мы его и поблагодарим, если все подтвердится. Я думаю, что это как раз-таки тот шпион, та крыса, которую Запад первую словил за хвост. Но поможет ли жалкому трусу то, что он с потрохами сдаст и своего хозяина, и коллег по пропагандистскому цеху? Все-таки уж очень много он наговорил. Уж очень свежи в памяти все его призывы превратить Америку в ядерный пепел. Уж очень свежи в памяти его совершенно фашистские высказывания в отношении Украины. Они просто звучат сейчас еще в ушах. И поэтому вряд ли что-то получится. То есть он слишком далеко зашел. Жаль, конечно, тебя, Дим. Хотя нет, совсем не жаль. Твое место на скамье подсудимых. А затем в одиночной камере или палате для особо буйных психопатов. Но в итоге ты обязательно присоединишься к друзьям. В аду. Ну что же тут происходит? Неужели этого нельзя было избежать? Знаете, для меня это еще и личная драма. Ольга, сливной бачок. Я вообще не согласна. Я хочу не просто сборник умира. Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть.